У нас сейчас проходят массовые мероприятия по водителям пресс-инфицированной безопасности и детских формативов. Так, сейчас посмотрим ваши документы. Обнаружить водителей, которые не любят использовать детские удерживающие устройства в машинах, в период летних каникул не так просто. Количество их, конечно, не уменьшается, но вот концентрация нарушителей на дорогах становится меньше. Поэтому сотрудники госавтоинспекции утром в пятницу выставили экипажи у седьмой детской поликлиники. Основные оправдания водителей, которые перевозят детей без специальных детских удерживающих устройств, это, как правило, они говорят о том, что им недалеко ехать, они рядом живут, им только довезти до школы, буквально два перекрестка. Мы сами понимаем, что перекресток – это территория повышенной опасности, транспортные средства тоже являются повышенной опасностью, водители об этом не задумываются, авось проскочит, авось не заметит инспектора. С начала года инспекторы остановили больше тысячи нарушителей – те, кто пренебрегает правилами перевозки несовершеннолетних. А они невероятно просты – подбирать кресло или бустер для детей постарше пропорционально возрасту и весу ребенка. Самое опасное, когда оно не соответствует возрасту и весу. Допустим, может произойти во время ДТП пережатие сосудов, шеи, допустим, ремнем безопасности, что само по себе приводит к не очень таким хорошим травмам, последствиям. Эти кадры краш-тестов детских удерживающих устройств показывают, что происходит с пассажиром в машине во время удара, если представить, что вместо манекена ребенок становится по-настоящему страшным. Я советую всем родителям пользоваться сидениями для безопасности ваших детей. Это наше будущее, мы должны о нем заводиться. Безопасность наших детей важнее комфорта нашего в том числе. Пусть они занимают много места и не всегда можно сложить туда нужные нам вещи, но согласитесь, ребенок важнее, чем сумка. Ксения – образцовый водитель. Двух своих детей перевозят в специальных устройствах. Кроме того, малышам объясняют, зачем нужны такие меры предосторожности. Как ты думаешь, зачем нужно вот тебя ремнями пристегивать? Чтобы не вывалиться из машины. Ну вот тебе комфортно? Да. Тех горе родителей, которых не стимулирует моральная сторона вопроса, должен волновать хотя бы штраф. За перевозку ребенка без специального удерживающего устройства по кодексу об административных правонарушениях полагается 3000 рублей. Водителям также не стоит забывать о том, что к нам очень часто приходят обращения от заведующих детских садов, а также от директоров школ о том, что водители привозят своих детей без специальных детских удерживающих устройств. На данные факты мы незамедлительно реагируем и в течение недели выставляем к данному учреждению экипаж, который уже, собственно говоря, и работает по детским удерживающим устройствам. Поэтому водители, задумайтесь о том, если там нет инспекторов дорожного движения, это не значит, что на вас не смотрят другие люди, которым не все равно. За пять месяцев текущего года только в областном центре произошло 39 ТТП с участием несовершеннолетних. В 19 случаях дети были пассажирами. Этот показатель выше прошлогоднего больше, чем на треть. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.